Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 27 октября и давайте посмотрим, с чем у нас закрывается текущая торговая неделя. Вчера по паре евро-доллар после выступления уже решения о процентной ставке, далее выступление Марио Драги, мы видели резкое снижение пары евро-доллар, прошли от максимальных значений до минимальных порядка 200 пунктов, преодолели минимум 25 октября, что вернуло нас краткосрочно к продажам, далее преодолели уровень 1.1726, что вернуло нас к продажам в среднесрочной перспективе. И также уже мы видим на дневном таймфрейме то, что пара пробивает уровень поддержки, который важен как раз для данного долгосрочного таймфрейма, область 1.1660. В ближайшее время уже приоритет смещается на продаже по данному активу, поэтому на текущем тенденция на ослабление сохраняется. Ближайшие цели это закрепиться ниже отметки 1.1647 и далее пойти уже на 1.1453. Если говорить о возобновлении покупок, вероятно сформируются локальные уровни сегодня или уже на следующей неделе, но пока ближайший уровень для возможных покупок это отметка 1.1844. То есть мы сможем к ним вернуться только после преодоления данного максимального значения. Пара британский фунт и американский доллар также скорректировалась вчера от максимальных значений, которые мы видели в области 1.3277, преодолели минимум. Уже сегодня минимальное значение, которое было зафиксировано вчера, то, что нас также краткосрочно возвращают уже непосредственно к продажам. Ближайший уровень поддержки, который паре необходимо преодолеть для дальнейшего нисходящего движения, это область 1.3093 и далее уже двигаться на 1.3065. Возможные покупки появятся после преодоления отметки 1.3286. На текущем тенденция на ослабление сохраняется. Пара американский доллар и японская иена здесь также фактически ничего не меняется. Тенденция на укрепление доллара сохраняется и ближайшие цели по восходящему движению, это отметка 1.1449. Возврат к продажам может быть актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера, это отметка 1.1335. Пара американский доллар и канадский доллар также продолжают укрепляться. Ближайшие цели по восходящему движению, это отметка 1.2965, ну а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые мы видели вчера, в области 1.2770. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают снижаться. На текущий момент преодолели минимальные значения, которые были зафиксированы вчера в области 0.7653 и пытаемся закрепиться за данным уровнем. Следующая цель для нисходящего движения, это область 75.72. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальных значений в области 0.7723, максимум, который был зафиксирован вчера. Пара евро-фунт на текущий момент продолжает снижаться. Ближайшие цели по нисходящему движению находятся в области 0.8843, далее 0.8762. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимума в области 0.8957, максимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Золото на текущий момент также продолжает снижаться. Ближайшие цели это отметка 1264 доллара за тройскую унцию и далее уже на 1260. Возобновление покупок будет актуально после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера, в области 1282 доллара за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает укрепляться. Ближайшие цели по восходящему движению это область 0.5969, закрепиться выше максимумов, которые были зафиксированы вчера, ну и далее двигаться уже на 0.6261. Ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера в области 0.5810. По индексу DAX тенденция на укрепление сохраняется, штурмует индекс новые исторические максимумы, поэтому на текущий момент мы можем отметить ближайший разворотный уровень, после преодоления которого мы можем говорить о начале коррекционного движения по индексу. И это область 12941, на текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. По биткоину вчера мы начали восстанавливаться после коррекционного нисходящего движения, поэтому на текущий момент ближайшая цель это уйти выше отметки 6000 и далее пойти на 6221, максимальное значение которое было 21 октября. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Исаков Роман. Как всегда, если у вас есть вопросы, оставляйте их под этим видео. Напоминаю, что сегодня еще в 15.30 пройдет онлайн трансляция, которую будет вести Фредерик и комментировать данные по ВВП в США. Ссылку для участия вы можете найти под описанием к этому видео. Всем желаю хорошего дня и увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания.